Николай Николаевич, приветствую вас. Добрый день. Николай Николаевич, потому что происходит в Курске, конечно, очень много сейчас говорят и военные обозреватели, и не только версий, предположений масса. Что это было, чем это дело закончится, но факт остается фактом. Иностранные войска на российской территории, чего не было, наверное, с Великой Отечественной. Ну, видите, насколько я себе это все представляю, конечно, это версия, я не Зеленский и даже не Украинский генштаб, но я думаю, смотрите, вот если мы возьмем период где-то с января этого года, особенно с мая, когда наши открыли, ну, такой мини-второй фронт в Харьковской области для того, чтобы оттянуть украинские силы с Донбасса, они решили сделать то же самое. Почему? Потому что, вот, смотрите, у них война идет медийная, прежде всего, ну, то есть Зеленскому надо что-то говорить Западу. Запад в последнее время считает, что что-то у них нифига не получается, украинцы. Мы их там готовили, готовили, там все им давали, а у них что-то вот русские давят и давят. Ну, потому что, еще раз, с января, особенно с мая, было наше наступление, там, ну, хоть и темпы, что называется, ну, у нас на диванах-то все Александры Македонские, конечно, да, но темпы были. Причем на двух направлениях они были высокими, я бы сказал, да, то есть там была реальная угроза, сохраняется обрушение фронта и выхода наших войск на бывшую административную границу Донецкой области. Так вот, значит, Запад говорит, все, хватит уже, видите, пошли мысли, что надо что-то там заканчивать, тем более в Америке сейчас новая фаза выборов, победа Харрис, она, в общем, такая не совсем исключена. Короче говоря, Зеленскому надо было дать Западу что-то позитивное. Вы помните фильм вот «Адъютантового происходительства», мы его упоминали как-то раз, помните, там белый генерал Ковалевский говорит полковнику Щукину, вот к нам приезжают союзники, распорядитесь там, чтобы устроили небольшое наступление. Вот, говорит, наступление, не тогда, когда оно подготовлено, все генерал продолжает, а пожалуйте к обеду, так сказать, чтобы нам ордена вручили, вот то же самое, да, потому что вроде считали, что все. И тут они, значит, входят в территорию в Курской области, где решают медийную задачу. Не, мы намного способны, вы нас вообще со счета-то не списываете. Смотрите, помните Зеленский, украинская армия способна удивлять. Значит, они удивили. Ну, а теперь чисто военный аспект, он какой. Вот наше командование тоже сейчас принято ругать. Ну, вроде типа, вы что, охренели, что ли, вот враг на территории Курской области, вы что, с ума сошли? Он уже там 6 августа, вы что там? Значит, варианта два, точнее три. Третий самый плохой. Третий – это объявление мобилизации, да, для того, чтобы можно было наступать и там, и там, и там, и там, да еще там иметь большой резерв, потому что фронт тысячи километров, он очень большой. Значит, второй вариант. Снять войска с Донецкого направления, ну, это прежде всего Торецк, Дзержинск, они его переименовали, и Покровск. Ну, где вот у них уже прямо вот совсем, да, уже Покровск начата эвакуация. Перебросить в Курскую область, выдавить, пока они за это время стабилизируют фронт, создадут там укрепрайоны, и нам опять потом придется, но только уже с другими потерями совсем, да, все это брать. Второй вариант, вот, ну, мобилизация, значит, мобилизация в любом случае, понимаете, это не завтра, не послезавтра, людей надо обучить, вооружить. Но и с точки зрения политической это не то, что нужно, вот прямо скажем, да, народ это не воспримет. А вот здесь, итак, мы продолжаем давить на этом направлении, на Покровск-Торецк, это признают западные источники, и даже сам противник это признает, что Россия продолжает наступать. Значит, тогда смысл такой, у украинцев сидит 7-8 тысяч человек в Курской области, они, по-моему, вот последние 4 дня не знают, что делать, собственно говоря, да, ну, вот они зашли, ну, все восхитились, ну, а западное общество как устроено? Ну, восхитились, ну, заняли несколько деревень, молодцы, ну, и вот давайте нам что-нибудь такого этакого, да, а такое этакое, ну, например, занять там Курск, ну, это надо раз в 5, наверное, больше сил, я думаю, что у них их просто нет, если бы, ну, видите, тоже, если бы они были бы, ну, наверное, да, и сейчас они как бы вот прощупывают, наскакивают, получают отпор, останавливаются, и получается, что 4 бригады, если верить СМИ, оттянуты с наиболее угрожаемого участка их фронта, там спецназ присутствует, это вот точно абсолютно, которая в Харькове наступала в сентябре 22-го года, вот эти штурмовые части, вот они бы им сейчас в Донбассе бы пригодились, то есть, видите, игра какая, у них, ходим в Курск, русские снимают войска с Донбасса, все нормально, у нас, вы вошли, ну, хорошо, а мы продолжаем пока давить, и когда ваша оборона будет окончательно прервана, и мы выйдем уже на административные границы, нынешние вот России, да, тогда уж мы вас, извините, из Курска выдавим там за 2-3 дня, но с другими потерями совсем, понимаете, сил на все и у них, и у нас, по-моему, да, вот, ну, знаете, туда 5 дивизий, сюда там 10, нет, этого не хватает, и если вы меня спросите, да, вот при том соотношении сил и средств, да, которые сейчас есть, ну, я бы, наверное, тоже так же поступил, хотя с пропагандистской точки зрения, конечно, нам не очень удобно, да, ну, вот вы сказали, там, 45-го года, вот сидят и все, это, конечно, хорошо, но я, знаете, вот что вспоминаю, когда была разгромлена под Ленинградом группа армии «Север» немецкая, ранняя весна 44-го года, вот где отец, где дед моей супруги погиб, вот мы на могилу сейчас поедем, группа армии «Север» несколько десятков дивизий блокировали в Курляндии, если вы знаете, это вот часть Латвии, но их не стали уничтожать, почему? Да потому что их там, наоборот, сковывали, да, чтобы, не дай бог, эти 35 дивизий морем не были доставлены на самый главный тогда фронт, берлинский, да, и нам бы, честно говоря, было бы тогда очень, ну, хуже бы, в сто раз потери были, поэтому наши их как бы там сковывали, но особо не трогали с тем, чтобы, ну, не дай бог, там, они как раз не выдавить их на реальный фронт, чтобы они там вот, и получилось-то как, Берлин мы взяли 2 мая 45-го, а Курлянская группировка глубоко на нашей территории в Латвии капитулировала 10 мая, и она не сыграла той роли для них, которую могла бы сыграть, хотя опять с точки зрения, получается, мы под Берлином, а тут где-то у нас в глубоком ТЛУ, рядом с Ригой, как бы топчет нашу землю, вот, так сказать, враг, ну, вроде бы, ну, да, не очень, а было сделано правильно с точки зрения самого главного, что должно быть на любой войне, сбережение человеческих солдатских жизней. Ну, смотрите, как они вот медийную историю-то используют, помимо того, что, ну, это признают с обеих сторон, в военном отношении эта операция сделана была очень хорошо, уж как дальше, как сейчас дела обстоят, это все, как говорится, под туманом войны, как будет дальше, тоже, ну, исход-то, скорее всего, понятен, вряд ли там будет какой-то успех дальше развиваться, ну, и, скорее всего, очень незавидная судьба у людей, которые туда зашли, что называется. Но вот сразу несколько таких вот моментов, которые бьют, ну, скажем так, по сердцам наших людей. Вот не зря, что я сказал, что впервые с Великой Отечественной зашел, иностранный сапог, что называется, топчет землю, там, Серафима Сарововского сейчас вспоминают и так далее. Ну, много чего можно вспомнить. Хотя, вот меня, честно говоря, несколько удивляет, ведь по Конституции России добрая часть территории, которая сейчас находится под контролем ВСУ и украинских властей, это тоже, в общем-то, территория России, но про нее как-то говорят, ну, это, мол, это новая Россия, это старая Россия, хотя, ну, как, или Россия, или не Россия, ну, по-моему, так. Это первое. И второе. Начало учебного года на носу, и уже смотрите, что они заявляют, что сейчас будут делать временные администрации там, где, казалось бы, там, ну, какие-то села. И школьную программу детей и так далее, и так далее будут обучать. То есть, понятно, что, скорее всего, не то, что, скорее всего, этого точно не будет, но они так это подают, что вот это уже фактически готовое решение, и, мол, уже дети чуть ли не там создают впечатление, что уже дети там идут в школу, там уже собираются и спрашивают, а где же эти украинские учебники. То есть, вот, продолжают, в общем-то, раскручивать в военном смысле уже, наверное, проигранную партию, но в медийном еще, мне кажется, не до конца. Ну, видите, у Зеленского задача-то какая сейчас? Над ним опять висит вот этот Запад, без поддержки которого, ну, сопротивление вообще невозможно. Там, в Курске, в Донецке нет. И Запад, конечно, говорит, какая аннексия Курской области? Вы что, охренели? Ведь до этого мы же, типа, были агрессоры, там, в общественном мнении у них там, да, вот. А теперь вдруг свободолюбивая Украина, которая всем мучает, скажет, а мы вот хотим прирезать себе кусок Российской Федерации. Ну, понимаете, на Западе люди крайне циничные, лицемерные. Но они же не будут своим избирателям. То есть, на украинцев-то наплевать, и на нас тоже. А своим? Это мы вот поддерживали Украину, а тут что-то она, это, кусок чужой... Ну, пусть русские козлы, все, понятно. Но это же кусок их территории. А за что же? За какие же светлые идеалы? Мы... Поэтому Зеленскому уже было сделано предупреждение. Вы там, не дай бог, что называется, ничего такого не делайте. Это все временно. Там мы это можем понять. Зеленский ведь официально сейчас на что делает упор? Это создание, как это, пояса безопасности. Да, это вот... Да, все закончится, и хорошо, и мы уйдем. Мы же ничего не хотим, чужой земли. Поэтому, понимаете, это опять медийная вещь. Позитивных новостей из Курского фронта для них, ну, уже дней пять нету. Ну, вот нечего показать, там, я не... Ну, памятник Ленину расстреляли. Молодцы. Как вообще справились-то удивительно. Сначала голову человека прострелили умершему в 1924 году, значит, потом, значит, свалили это все. Мелковато, не тянет, понимаете. Вот, да, мы комендатуры создадим. Возникает вопрос, а из кого? Там люди-то вообще остались или нет? Вот, заметьте, они же не показывают встречи, там, не знаю, люди с цветами встречают украинскую армию. Хотя бы человек пять бы. Я уж не... Да их нет. Показали только издевательство над стариком, значит, которого обозвали по-немецки. И грабеж магазинов. Почему? Это они сами показывают. Это пригласили иностранных корреспондентов, которые, по-моему, тоже слегка там обалдели. Ну, что снимать? Где благодарные люди, которые говорят, ой, сколько же у вас... А вы помните, какой фурор произвело в позитивном, когда бабушка вышла там, у них наши войска с красным флагом встречать? Она, конечно, обозналась, да, но у нас в Москве теперь это символ, понимаете. Вот как раньше родина-мать была, да, теперь вот эта вот старушка, над которой они тоже там издевались, но с красным... Она-то вышла. А кто вышел там, не знаю, с украинским флагом там, ну, еще с Евросоюзом там, да никто, понимаете. Поэтому с медийной точки зрения слабовато. А вот они сейчас с ужасом-то про другое думают, а уходить-то как? Ну, понятно, что можно сказать, все, там, задача выполнена, там, значит, да, можно. Это не воспримут. А вот если падут Торецк-Калипокровск и как бы цельный фронт там обрушится, вот тогда уже, кстати, переброшенные с Курской части не смогут восстановить обстановку. Сейчас, может быть, еще и смогут. Ну, если их сейчас вот, не знаю, но, может, шанс есть. Тогда, когда будет оперативный простор во всех отношениях и на Славянск, на Север, на Угледар, на Юг, там ни трех, четырех и ни пяти бригад уже не хватит. И они это понимают, что игра идет ва-банк. Ну, вот я, скажем, смотрю часто немцев, ну, так как у меня немецкий язык, они бывшие генералы, офицеры Бундесвера, вот они там на картах, значит, как... И они говорят, это рискованнейшая вещь. Лучшие части отвлечены с главного фронта. Они говорят, что это опасно. Ну, для них я имею в виду. Поэтому с медийной точки зрения ни комендатуры, ни учебный год, если в классе будет сидеть один человек, это будет только против них работать. Ну, вместе с тем, видите, пока эта вся история продолжается, сколько она продлится, опять же, мы не знаем. Да, каждый день поступает какая-то информация, что там уничтожена какая-то ДРГ, и что-то еще одна ДРГ. Там сводки мне на обороны дают количество уничтоженной техники, живой силы и так далее, и так далее. Но вот я не знаю, вот у меня одного, ну, думаю, не одного. Не складывается пазл. Смотрите, до того, как Курск случился, вот этот прорыв, очень такой шел информационный вал, что, ну, вот чуть-чуть еще, вот где-то, где-то сейчас, там на линии боевого соприкосновения, сейчас вот еще один маленький, плюс еще маленький успех, ну, так, во всяком случае, складывалось вот этот из общего потока информации, и все, и фронт рушится, потому что воевать с той стороны некому. Да, мы видим масса видео, когда ломают этих мужиков там на украинских, на улицах украинских городов, тянут на силу военкоматы и потом отправляют на фронт, и так далее, и так далее. И, ну, вроде как, с той стороны немотивированные, необученные, на силу согнанные люди, которые, ну, по определению, не должны оказывать какого-то серьезного сопротивления, если это действительно так. А по факту выясняется, что, во-первых, фронт не рушится, прямо вот так по щелчку. Массовых сдач в плен тоже нету. Или там переходов на другую сторону, чего бы, ну, наверное, ожидалось, если противник, ну, совсем уже устал от собственного руководства, командования и так далее, и так далее. Более того, он еще и совершает такой вот дерзкий рывок. Ну, да, как говорится, надо отчебущить на тело, отчебущили, удивили. То есть, да, и даже на это силы есть, несмотря на то, что есть, ну, очевидно, нужно прикрывать очень плохую ситуацию для них там южнее. Где вот это вот, где правда, на самом деле? Или вообще здесь не бывает? Ну, смотрите, если в Курске, насколько я себя понимаю, особенно в глубине, да, ну, это вот мирная территория. Торецк, ну, Дзержинск, ладно, там, чтобы укрепляли пять лет. Ну, то есть, там, вот Авдеевка. Помните, ведь что сейчас происходит, это развитие Авдеевского наступления. Да, вот Авдеевка, ну, это Донецк, можно сказать, да, они лупили там из минометов. Его Авдеевку брали четыре месяца. Так вот, очень долго. И, конечно, ну, мы все тут мастера, да, а что там, надо бы там за день-два. Ну, там, я, насколько понимаю, и вот как ее взяли, да, сразу пошел вот этот вот накат. Да, и когда он начал чуть замедляться, ну, на плечах отступающего начали двигаться, вот как раз на направление Покровска-Торецка. Я думаю, что там сейчас, ну, судя по боевой активности, да, там, я не знаю, ну, две трети, наверное, боевой активности вот там происходит. Ну, потому что там продвижение было каждый день. Иногда маленькое, иногда большое. Причем чувство, что наши войска вот здесь не попали, обошли там. Ну, то есть, научились обходить города там, не брать в лоб. Ну, что это, вот приходят со временем, если так хотите. Но сейчас, вот если это все прекратить, ну, в смысле не то, что прекратить, остановиться, перебросить части, еще раз говорю, части выкинут из Курска там за неделю. Это понятно. Но потом-то что? Вообще вот так вот, в принципиальном смысле, тут надо согласиться, по-моему, с вашим президентом, который вот недавно, но он не первый раз это говорит, но недавно сказал, ну, как вам повыреждать, хватит прекратить эту драчку, которой вот, ну, радуются люди, так сказать, там, между славянами, да, они радуются на другом берегу, там, Атлантического океана. Вот с этим я полностью согласен. Ну, потому что, ну, сейчас, если Зеленскому даже дадут вот эти F-16 с дальнобойными ракетами, а я сомневаюсь в этом, честно говоря. Вроде как дали уже. Нет, F-16 есть, но без навесного оружия, ну, извините, это планер, да, у него же должны быть ракеты, иначе, ну, зачем он вам нужен, полетать, что ли, где-то? Они пока не хотят, хотя переговоры, по моим данным, идут месяца два уже. Почему их и не применяют? Ну, а что? Ну, взлетел там, сфотографировали, взлетел, и вот, ну, ну, что дальше? В лучшем случае нарвался там на нашу же ракету, и все. Они пока вот не дают, потому что, ну, ну, не уверены они тоже, вот, не хотят рисковать. Когда меня вот спрашивали, а почему они так долго вот танки не поставляли? Тоже чисто медийная вещь. Вот, понимаете, сидит американская публика, взлет попкорн, и вдруг там какой-нибудь там Абрамса, на нем, значит, отплясывают там какие-то наши ополчины. Нет, Абрамс самый лучший, он не может быть захвачен, вот что? Поэтому они вот, даже когда поставили, помните, они 2-3 месяца старались особо не применять, но только там, где вот, ну, там, более-менее там как-то все нормально. Поэтому с медийной точки зрения сейчас, еще раз, они в тупике, деваться им некуда. Они бы, наверное, еще перебросили бы туда пару бригад, я бы так и сделал на их месте, ну, чтобы прорваться куда-то на Курск, ну, опять что-то, знаете, там, сколыхнуть, как, ну, у них, видимо, похоже, этого нет, просто уж и все, вот, как бы... Нет, ну, и с российской стороны подтянули же, да, очень много сил и средств. Ну, с российской стороны, я вам скажу так, по данным противника, боевая активность вот на тех направлениях, главное, что я вам назвал, Торецк-Зержинск-Покров, она выросла с нашей стороны. Это они так говорят, выросла, то есть, значит, ну, логично, да, что оттуда ничего не снято. Это, мало того, я допускаю, что сняли, может быть, с Запорожского фронта, я не знаю, но думаю, там, как раз вот с Харькова, может быть, там, и то. Сняли, мне кажется, для чего? Просто вот их, как бы, окантовать сейчас, да? Мао Цзэдун, он же выиграл гражданскую войну в Китае, его спрашивали, как вы воевали? Он говорит, очень просто. Враг наступает, мы отступаем. Враг остановился, мы тревожим. Враг в растерянности, мы начинаем поддавливать. Враг отступает, мы наступаем. То есть, вот сейчас, мне кажется, фаза натиск украинцев в Курске, он вот локализован, они пытаются прорваться в разных направлениях. У них вот этими наличными силами пока это не выходит. Притом, мне кажется, что их сдерживают тоже не самые, ну, что многочисленные и, так сказать, прочие наши войска. Но, я это давно говорил, вот из этого всего, да, мир нормальный, надо делать вывод на будущее, на военную доктрину, на организацию армии. Ну, то есть, вот то, что сейчас происходит, это результат наших реформ военных, когда большой войны не будет, все нормально, будем гоняться за группами бородатых людей там по горам, зачем нам танки, зачем нам то, сю, это вот Советский Союз, дурак, вот он это все делал, там, нафига, теперь бы танки пригодились бы, конечно, понимаете. Но решили официально совершенно, что они в таком количестве не нужны. Бронетанковую академию единственное, расформировали. То есть, видите, если раньше у нас в советское время танк, танковые армии были, танки были самостоятельным, ну, по сути, видом войск, которые вступали в прорыв огромными массами, да. Теперь у нас танки, насколько я понимаю, как вот в 20-е, 30-е годы, средства поддержки пехоты, понимаете. Вот пехота идет, и там несколько танков, их тут, понимаете, это устаревшие, во-первых, виды. И еще раз, надо делать вывод, надо восстанавливать дивизии, военные округа, систему военного образования, систему сборов, которой у нас не было. А в советское время она работала просто как часы. Потому, что сам участвовал, знаю. Серьезно все было-то на самом деле. Не хихи-хаха, не выпить, закусить там где-нибудь вдали от семьи. Это все надо делать. Надо перестраивать идеологию страны. Потому, что, ну, многие говорят, а что я? Я об этом говорил, и мне стыдно об этом говорить, что в то время, как в Курске беженцы, да, у нас, значит, дни городов, там выступают какие-то артисты, там, все хорошо. Никто из них, я не, Лепс, по-моему, только перечислил деньги, если я не ошибаюсь, я слышал об остальном. Вроде, понимаете, Курск это одно, там, а Нижний Новгород это другое, там, песни, пляски, все гуляют. Я не говорю, что надо там взять и сидеть, волосы пеплом посыпать. Но солидарность-то какую-то, хотя бы на этом уровне можно. У нас артисты все в Афганистан ездили нормальные. Это считалось, ну, как, ну, а как я могу не ездить? Это что? А тут, ну, это вот ваше боевое действие, а это наши праздники. То есть, это все тоже надо менять коренным образом. Люди это не понимают. Ну, как вы можете им объяснить, что вот надо, когда в тылу там песни пляски, и все замечательно, про Курск, вот у этой Ларисы Долиной что-то там, значит, какое-то имущество отняли. Какая Долина? О чем речь вот сейчас-то вообще? То есть, менять надо военное дело, менять надо идеологию в нашей стране, включая праздники, включая, на мой взгляд, государственную символику и прочее. Многие считают, это не важно. Главное, вот есть вот колбаса там в холодильнике. Очень важно. Колбаса, конечно, тоже очень важна. Ну, из песни слов не выкинешь. Но я с вами соглашусь, конечно, что нельзя вот здесь воевать, а здесь, ну, не знаю, там, дни городов отмечать и так далее. Ну, жизнь как будто ничего не происходит. Хотя, я думаю, что с каждым днем это все сложнее, ввиду того, что все больше и больше людей вовлечены. И непосредственно боевые действия. Это чьи-то родственники, друзья, знакомые. Они так или иначе возвращаются, рассказывают. Ну, это невозможно просто так взять и вычеркнуть, что вот это там, это где-то там, далеко, а мы-то здесь, и тут у нас другая жизнь, мирная, прекрасная, все хорошо. Все это так. Но, послушайте, уже с 22-го года, уже скоро три года будет как все это длиться. И вот три года, вот и вы, и не только вы говорите о том, что, ну, как бы, нельзя вот либо воевать, либо не воевать. А получается, что вроде как и Российская Федерация воюет, но как-то так воюет, что, ну, там разные сравнения. Кто-то, говорит, одной рукой, кто-то там ногой, кто-то еще как-то. Ну, и к чему это все может привести? Вот, пожалуйста, вам Курск. Нате. Ну, сейчас, не к счастью, дурацкое слово, сейчас все-таки несколько городов у нас отказалось проводить вот эти все мероприятия, но этого мало, на мой взгляд, отказаться. И надо вот эти все деньги, они же все в бюджете есть, там, на вот этих всех артистов, там, на украшения, они есть. И надо их целенаправленно направить тогда вот в помощь, беженцам, там, в помощь тем, кто на передовой. Но надо еще раз менять коренным образом настроение в стране, что ли, я бы так мог сказать. Это надо... Ну, вставай страна огромная, вот это вот должно быть примерно. Если вот это вот, и она встанет, ну, тут же все тогда, мало никому не покажется. Да, и плюс еще раз говорю, вот, ну, я думаю, что Лукашенко, он и без меня это все хорошо знает, и давно на это работает. Вот это вот, если бы он собрал, конечно, опять, какие-то мерные переговоры у себя, там, да, ну, уровень тут обсуждаемая вещь, а сам дипломат, это можно начинать, там, с одного уровня, там, ну, это уже детали, что называется, да. Ну, потому что, да, многие сейчас скажут, да нет, там надо Варшаву брать и прочее. Ну, иногда, понимаете, стоит, что называется, прийти в себя, провести необходимые реформы в нашей стране, и самое главное, вы знаете, вот вы сказали, там, первый раз с 45-го года, я не хочу, так сказать, с этим спорить в том плане, что, скажешь, да, Платошкин, вот он пытается все там, нет, но это все-таки была наша страна-то, Украинская СССР, понимаете, это же даже на нас, мы не воюем-то не с Германией, ну, что можно было бы еще как-то, так сказать, там, не с Америкой, не даже с Китаем, а, то есть, это все последствия распада Советского Союза, это же последствия, не зря они в Ленина стреляли, первым делом, Майдан начался в 14-м году с ликвидации памятников Ленину, по всей Украине, Ленин опад, Порошенко хвалился, убрали полторы тысячи мемориалов за два месяца, представляете, что творилось, нам было наплевать, ну, это у них там, мне еще говорят, это куски мрамора там, или там, бетона, нам что, начали потом переименовывать все, тоже до фени, тем более у нас, в начале 90-х, попеременовывали дофигище всего, да, а ведь это важно, Бисмарк говорил, выигрывает битва школьный учитель, понимаете, им заложили за эти 30 лет столько всего, что Петербург строился именно на костях украинцев, что голод 29-33-го был только на Украине, он там был специально организован москалями, красными не суть, но москалями, для того, чтобы они меня удивляли еще в спокойные времена критикой Переославской рады, я говорю, что, ну, тут-то что, это же прям такая демократия в средние века, собрались люди, проголосовали за, так сказать, вступление, ну, под руку там, как они говорили, московского, ну, царя, казалось бы, нет, целая группа Академии наук Украины в 2004 году, еще до первого Майдана, разработала там сборник о том, как же негативно Переославская рада сказалась на судьбах украинского народа, а у нас этим никто не занимался, ну, как что, ну, Переославская рада, ну, хорошее дело, они, говорят, пришел крепостнический гнет, пришли русские, и там украинский крестьянин, который жил при поляках, ну, так, относительно, да, его, значит, стали там плющить и винтить, я еще тогда, в то время, купил такую вещь, ну, чешский знаю, поэтому украинский, читая свободно, славянский же все языки, я купил довидник, это справочник по истории Украины, изданный во Львове в 2003 году, все, вот все, что привело к тому, что сейчас есть, вот там уже все это было, понимаете, все, но вместо того, чтобы нам поддерживать левые, даже не пророссийские, просоветские силы, понимаете, ну, силы за единство, которое выступает в разных формах, таможенный союз, или как вот союзное государство с вами, форум-то можно много найти, но мы же этим не занимались, а они занимались, вплоть до того, понимаете, что один немец приехал на Украину, еще до СВО, и написал там историю Степана Бандера, вот такой фолиант у меня есть, на немецком языке, там документы, но для меня там нет ничего нового, но ему въезд закрыли на Украину, хотя он просто написал там, то есть я к чему это говорю, что они над этим методично работали, они ничего не упускали, ах, написал что-то не то, фильм Вайды, там про Волынскую резню запретили, хотя она была, то есть видите, как они, они не миндальничали, а у нас как-то, ну, это их дело, ну, 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 ну да, козлы, все понятно, там похихикивали, вот они там укров изобрели древних, а теперь эти люди молодые, да, которым это все вот, что Переславская рада дерьмо, что Петербург на костях украинцев, что украинцев морили голодом, там же все это есть, и вот наша задача, что мы к началу СВО и Крыма, мы проигрывали там идейную борьбу за умы украинцев, вот это вот, выиграли бы мы ее тогда, или не проиграли, ну, мы бы сейчас с вами об этом ничего не говорили бы, да? Я что-то не случайно спросил вас, не только там, не столько о том, кто там берет Торецк там, или Покровск, ну, я думаю, что возьмут, скорее всего, потому как, ну, в военном отношении, ну, понятно, что Россия мощнее, и российские вооруженные силы уже, и это тоже, наверное, хорошо, научились, приобрели необходимый опыт, приобретают его каждый день, это потому что армия воюет, естественно, это все в реальной жизни, обучение идет очень быстро, но, вот, борьба за умы, вы говорите, мы проиграли ее тогда, ну, я не хочу сейчас никого критиковать, но, вот вы говорите, не поддерживали, надо было поддерживать силы, да поддерживали кого-то, ну, поддерживали же, но не тех часто, вот смотрите, у нас, вопрос тех ли, да, у нас, во время 2004 года, ну, сейчас то, что выросло, то выросло, как говорят, да, нет, вот 2004 год, когда вот было первое, да, вот, видите, нас же даже предупредили, был первый звонок, понимаете, Майдан-то был первый, но просто тогда как раз, ни Ющенко, ни его команде, не дали развернуться, ну, назовем их так, вот условно, пророссийские силы, которые держали половину Рада, и даже еще выборы выигрывали, в каких-то там, в избирательных циклах, да, ну, скажем, Путин, как-то он принимал, вот, до, по-моему, Крыма еще, вот эту, какой-то делик, Янукович был, по-моему, премьером уже, и он что-то ему там начал, даже по телеку показали, вот, оппозиция, он, а Путин, какая у вас там оппозиция, у вас там все, как бы, из одного, ну, правильно, Янукович, он был в администрации, Кучма и Ющенко, был, ну, то есть, они все из Кучмы вышли, вот, потом они с друг другом начали там, значит, что-то там бороться, реальная оппозиция, ну, так вышла, там была коммунистическая партия, потом одно время, может быть, вы помните, гремела такая Наталья Витренко, там, значит, одно прогрессивные социалисты, что ли, они как-то назывались там, и прочее, остальные все, в общем, были, видите, даже те, кто с какой-то антироссийской риторикой не выступал, а Кучма, у него книжка, как называлась, Украина, не Россия, да, но был же друг, вообще не, ну, у нас его так подавали, вообще, и причем, когда, какой нахрен друг, я говорю, там могут быть еще хуже, там, ну, это же игра, понимаете, вот вы со мной имеете дело, иначе сейчас вот вообще, Анман, тоже надо было так себя вести, ну, хорошо, мы вот с тобой имеем дело, но в случае чего, вон, смотри, там, миллионная компартия, или там, не знаю, еще какая-нибудь, вот, смотрите, даже сейчас в Молдавии, это пока выходит, то есть, там, коммунистическая партия, честно говоря, сдала позицию уже давно, превратилась, такую вот, евро, я даже не знаю, как их назвать, кроме названия, там ничего не было, Воронина, помните такого, они же выигрывали выборы, ну, да, появились социалисты, их начали давить, значит, вместо социалистов появился там еще кто-то, то есть, запрос-то есть, и задача, как раз, видите, там пока не удается подмять ситуацию, в той же Молдове, настолько, что, она Украине удалось, еще с первого Майдана удалось, потому что, ну, да, вот тогда был друг Порошенко, он был друг, какому чуду, у нас же, понимаете, считалось как, да вот мы их там купим, да мы там, Ахметов, он, если мы ему там не дадим что-то экспортировать, он там, значит, Ахметов весь свой экспорт переориентировал на Турцию и Италию, в конце, ему плевать, как любому олигарху, на ком зарабатывать, вы не хотите брать, итальянцы возьмут, а у нас почему-то думали, что, нет, они там с нами, там, вот у Порошенко завод на территории России, все, там, никуда он там не денется, да денется, потому что, знаете, как в каком-то фильме, было в нашем, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги, ну, то есть, смысл, вот ты предложил миллиард, а эти два, все, а надо выращивать было силы, которые, ну, принципиально, идейно, если хотите, даже не то, что может быть с нами, а против того курса, который там есть, и мы здесь, конечно, по сравнению с американцами, ну, причем у нас позиции лучше, все знают русский язык, у всех друзья, знакомые, блестящие примеры совместной борьбы и достижений в прошлом, да, ну, это вот нам бы строить отношения с Парагваем, было бы тяжелее, да, ну, что там, в России Парагвай, там, там, посольства-то долгое время не было, тут-то, ну, тут как можно было проигрывать идеологическую борьбу американцам, здесь, ну, факт, факт, с фактом уже проиграли, весь вопрос, вот, понимаете, секундочку, вы сказали, да, вот, насчет Курска, там, и насчет борьбы, можно тоже самое сказать, вы сказали, ну, вот успех достигнут, цыплят, как говорят русские, по осени считают, я бы сказал так, первоначально, в моменте-то, да, первоначальный психический успех достигнут, но помните психическую атаку капелевцев, начапаевцев, да, сначала все вроде подались куда-то, да, потом, ну, поэтому, я не то, что там выступаю, да, там все нормально, нет, но пока, пока, пока вот мы с вами беседуем сегодня, я бы не сказал, что у них успех, может быть, я не знаю, просто их сил и средства, он был успех в моменте, то есть, ну, как это не успех, если они взяли и зашли, заняли кусок территории, ну, ну, что это, не успех, это какой-то успех, понятно, что будет дальше, ну, дальше, скорее всего, этот успех перерастет в большую трагедию для тех, кто зашел, ну, и так далее, ну, конечно, хотя вот, я тоже это все время говорил, мы, я не желаю украинскому народу никаких там, упаси бог, новых смертей, я все-таки уверен, на будущее, я застану это, обязательно, есть такая песня, что будет через 20 лет, может быть все люди будут жить в одной большой стране, над которой будет вечно ясный солнцесвет, это будет обязательно, формы могут быть другие, там, я не знаю, названия могут быть другие, но, как это горько не звучит, возможно, судьбе было угодно, чтобы мы вот все славяне через это прошли, чтобы еще раз убедиться, там, в который раз, что нет, это не тот, Николай Николаевич, еще не прошли, вот в чем проблема, еще мы не понимаем, как, где конец этого пути, вот, вот, сейчас, вот, ну, не то, что сейчас, а периодически возникает, там, в информационной повестке, идеи, мысли, предложения даже, о каких-то переговорах, не так, буквально на днях появился, термин, переговорный капкан, в который чуть не угодила Россия, тут, и вокруг этого, тоже, там, масса теорий, и так далее, и так далее, и с одной стороны, понятно, что, ну, Лукашенко-то абсолютно прав, там, за океаном, за Ла-Маншем, сидят люди, и потирают руки, от того, что славяне режут друг друга, по сути, русский с русскими, воюет так, но, а как сегодня, как сегодня решить эту проблему на земле, ее легко, наверное, решать, сидя на диване, как на земле ее решать, когда, вот вы говорите, что молодые люди, они такие, воспитанные на всех этих, пронационалистических учениях, на литературе, им это в школе, все это вложили, и дальше развивали, развивали, но мы же видим, что и взрослые, точно такие же, никто, я же почему говорю, нету, нету ни одного факта, чтобы вот, взяло целое подразделение, не то, что там один, два, вот как там, постоянно смотришь, там, вот там, этого взяли в плен, ну, тут двоих взяли в плен, тут этот там перешел, ну, один, два, три, нету. Юлия, мне кажется, здесь знаете, в чем дело, может быть, опять, это моя только версия, видите, эти боевые действия, они не очень похожи на то, что вот мы знаем из фильмов, там, про Великую Отечественную войну, ну, где там окружались, я не знаю, целые, и наши, к сожалению, сначала. про окружение, Николай Николаевич, нет, я имею в виду, что, смотрите, когда у вас... солдаты, которые сидят в окопах, которые там отбиваются от этих дронов, отстреливаются, я не знаю, что они там еще делают, которые гибнут каждый день, если не он сам, то рядом его товарищи, и так далее, они, ну, то, что там происходит, вот я это имею в виду, смотрите, там зачастую, вот между позициями, ну, это нормально, но есть некая ничейная полоса, да, в которую входят то одни, то другие, действия ведутся небольшими группами, ну, вот даже сейчас украинцы в Курской области, они наскакивают, ну, взводом обычно, ну, какой-то взвод, это, ну, сами знаете, по 30 человек, обычно два БТР, видимо, сопровождая с точки зрения огневой поддержки, смотрите, там люди друг друга-то не видят часто, там идут, какие-то бои на расстоянии, там, дронами, которые вообще автомат, они же никого, блин, не берут, они просто артиллерия, ракетами, там большинство людей, они, ну, даже чтобы понять, что, может быть, сдаваться надо, это редкая ситуация, просто понимать, там сейчас, и с их стороны, ну, просто такой, как бы, новый порядок, группа зашла, как они говорят, выбила из запорника, там, зашли 10, выбили шестерых, потом по ним начинает, как говорят, работать артиллерия, там, или дроны, ну, то есть, там, другое дело, что я, что хотел бы сказать, в данном случае, к пленам должно быть крайне уважительное отношение, не только с точки зрения, ну, просто законов ведения войны, да, это, еще, мы должны сейчас о будущем уже думать, что эти пленные, которые вернутся все равно на родину, они могут вернуться с разными чувствами, правильно, вот я вам могу пример привести, у меня отец от голода, значит, их вывезли на Дальний Восток в годы войны, и там как раз капитулировала Квантунская армия, миллион человек, в летней форме, ну, август был, очень много, отец говорит, погибло просто вот от холода, да, потому что, но, их подкармливали все, японцев, в этой бугоне, так, на работу, там, кто-то им кусок хлеба, они леденцы, я к чему говорю, пленные все вернулись, большинство вступило в коммунистическую партию, вы все можете представить, да, ну, то есть, человек в плену, он должен, наоборот, там, вернуться, вот, американцы, я просто документы читал, рассекречены, они рекомендовали японцам установить наружное наблюдение за всеми возвращенцами, потому что они все, значит, так сказать, сражены коммунистической пропагандой, поэтому, должно быть уважительное отношение, и с точки зрения пропаганды, меня вот бесит просто, да, постоянно у нас там, и в телеграм-каналах, вот хохлы, 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 понимаете, ну, вы что хотите, вы хотите обозлить людей, вы хотите дать противнику почву для пропаганды, ну, смотрите, как вас русские обзывают, а вы с ними что, дружить хотите? Да вот, посчитайте их телеграм-канал, они вас за людей не считают, они считают вас там, это я вам самое мягкое еще назвал, там, как их называют, да, ну, ладно, это еще можно там на какой-то фольклор списать там, это неправильно, это поддержка врага, понимаете, вот вы, нашу пропаганду, если взять на немцев в годы войны, ну, те-то уж такого тут наваяли, понимаете, что дошли вон до Шереметьево, потом тактика выжженной земли, и то там их, и мы Бисмарка приводили, например, там, ну, наши пропагандисты, и еще кого-то, и что, Бисмарк там завещал с русскими жить нормально, и прочее, а никто не говорил, вы уроды все, моральные придурки, и мы вам всем козлам покажем, там, Кузькина мать, но это только, понимаете, действует во вред, поэтому вот эти вот уничижительные выражения в адрес братского народа, там разные люди есть, но даже Сталин что сказал, когда немцы дошли уже до Наро-Фоминска, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается, понимаете, мы это всегда видели, в Красной Армии старались, как можно, конечно, предотвращать эксцессы какие-то, вот на той территории, хотя люди пришли туда, понятно, с какими чувствами, отомстить за то, что вот у нас натворили, а у нас, к сожалению, видите, вот это вот, да, и раньше, вот если они воспитывали людей в националистическом духе, например, вот так называемый голодомор всем работникам учреждений, я знаю эту область, не хочу ее называть просто, да, может быть, это и в других было, значит, свечку в руку, в рабочее время они выходят куда-нибудь там, на центральную площадь, эти сотрудники, или на берег реки, и, значит, там это все поминают, многие не хотели, но заставляли, и в результате народ идет, смотрит, чудо такое вообще, а вы что, не знаете, разве, голодомор, а у нас все это время, на Украину было наплевательское отношение, у нас был Запад, там, у нас были Соединенные Штаты, там, а ну, какие-то Украина, там, или взять ту же Белоруссию, ну, что, много людей интересуются, ну, батьку знают, да, нормально, там все ездят, говорят, продукты хорошие, там все, дома отдыха, но в целом интерес-то был, вот где-то там, понимаете, не у своих братьев, можно сказать, а вот где вы, то есть Украина никого не интересовала, никого, ну, только черешня с Мелитополя придет, там, ну, да, нормально, там, все, украинские рабочие работают, все, то же самое сейчас с Молдовой, люди же там, та же Гагаузия, да они все за нас, ну, за нас опять за единство какое-то, ну, 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 кого здесь интересует, Санду-то, наверное, фамилию даже не знают, а если знают, ну, наверное, молодая, красивая, там, я даже знаю депутатов Мосгордумы, коммунистов, которые после избрания Санду, тут она классная, политик нового типа, там, борьба с коррупцией, ну, да, макияж нормальный, все, замечательно, дальше что, у нас погибло вот это вот все направление, причем мне обидно, что сначала она погибла в отношении Восточной Европы, а, там, куда они денутся, там, кому они нафиг нужны все, там, какая-то Чехия, там, Венгрия, чудо, там, маленькие страны, теперь то же самое, да, к сожалению, вот происходило все это время со странами СНГ, что у нас какие-то серьезные работы, что ли, выходили, вот у нас здесь, там, по истории Украины, Беларуси, по каким-то узловым моментам, у нас что, на телевидении много про эти страны, вот, до Крыма, до Крыма, раз, до Никто, понимаете, неинтересно, если в Турцию, в Египет, еще раз говорю, Николай Качев, да, вы абсолютно правы здесь, но это, да, это результат развала Советского Союза, с его институтами, и закрытыми, открытыми, какими угодно, и с научно-исследовательскими центрами, которые всем этим занимались, и ближним, и дальним зарубежьем, и еще чем-то, чем-то, чего мы и знать не знаем, и никогда не узнаем, но сейчас-то уже происходит, то, что происходит, сейчас на земле, надо решать эту проблему, она есть, вот она живая, пожалуйста, борьба за умы, вы говорите, ну, так я пока не вижу, чтобы кто-то ее выиграл, и опять же, вот, если бы я увидел, например, ну, не то, что я там желаю кому-то, но, что раз, какая-то бригада, в полном составе, сказала, все, не можем мы такого больше терпеть, со стороны нашего руководства, такого отношения к себе, понимаем, что нас обманули, что нас используют, что мы тут мясо, и так далее, и так далее, отказываемся мы воевать под этим флагом, переходим в полном составе, но такого же нету, я почему вот про этих пленных спрашиваю, не потому, что там, да, это хорошо, что, ну, как-то жизнь хоть какая-то кому-то сохраняется, сдался в плен живой, больше, самое главное, но, вот таких вот нету, историк, и по ходу, как-то не просматривается, вы помните, тоже наш прекрасный фильм, 17 мг. весны, как Штирлис едет там в Швейцарию, в одном купе с немецким генералом, помните, там, которого Гриценко играет, да, украинец, кстати, и тот, ему говорит, Штирлис, ну, типа дипломат, а почему бы вам не сдаться, не поднять дивизию, тот говорит, корпус, тем более, корпус, так это, говорит, в одиночку легче, а так, а сколько предателей в штабе, которые сразу же донесут на меня, рассказывает, он там, Кальтенбрунеру, там, еще кому-то, мы, говорят, трусливо до того, что нам проще умереть, чем сдаться в плен, вот он ему там рассказывал, и в этом, меня это тоже всегда поражало, понимаете, вот мы стоим уже там 60 километров от Берлина, да, февраль 45-го, так нет, они дерутся-то как, ну, казалось бы, ну, все, все, пора, а знаете почему, потому что им пропаганда смогла внушить, что сдаваться русским нельзя, русские всех там разрежут на куски, на ремни, у них фильмы целые выходили, пропагандистские, что кто сдался русским, он не выживает, поэтому у вас смысл, ну, как бы, альтернативы нет, вы что так погибнете, что вот так, американцам, кстати, они сдавались массово, поэтому американцы-то шли к Берлину, просто, знаете, принимая там, даже говоря немцам, так, ну, вот вам туда, на сборный пункт военнопленных, нам некогда, мы, значит, едем дальше, у нас этого не было, и задача, вот, их пропаганде сейчас, не давать ни в коем случае, никаких зацепок, о неуважительном отношении к пленам, о каком-то хамстве, по отношению к украинскому народу, еще раз, это и сейчас важно, с военной точки зрения, но это еще важнее туда, на будущее, вот, последний пример министра ГДР, я его знал, был Ханс Модрох, да, такой, он, как он мне рассказывал, Гитлер, Югент, там, вообще, потом попал к нам в плен, 17-летним мальчишкой, он сидел у нас 3 года, вышел абсолютно правоверным коммунистом, которого вот до конца жизни, никто не мог там сдвинуть, что типа русские, он говорит, да я знаю русских, они меня кормили и поили, после того, чего мы натворили, на их территории вообще, понимаете, я, мы от них этого даже не ожидали, мы думали, что нас поставят просто к стенке, и, наверное, правильно бы сделали, ну, за то, что, нет, они нам поверили, что мы справимся, да, что мы будем другими людьми, а нам-то это как тяжело было, представляете, вот он в тебя стрелял вчера, а сейчас ты его кормить, поить должен, да, и Сталин говорил Микояну, вы завезли кофе в Берлин, после освобождения, за валюту кофе покупали, какой кофе у нас, и в 45-м году, у меня отец траву ел, тем более у нас кофе-то не пили, у нас чай в основном, а немцы нет, они у их кофе завозили, с тем, что вот эта геббельсовская пропаганда, что придут азиатские орды, они там всех, значит, кончат, всех женщин там напрочь, изнасилуют там не один раз, нам понадобились годы, успешной работы, с тем, чтобы все это переломить, и сейчас это должно, вот вы говорите, сейчас надо говорить, делать то, что делал Лукашенко, но это первый шаг, это первый шаг, борьба, да, например, прекратится огонь, начнутся переговоры, чем они еще кончатся, вопрос, может быть, даже ничем, может быть, снова, но задача за это время, прям вот каждый день, каждую минуту, заниматься тем, чтобы там в умах было все меньше и меньше желания к братоубийственной войне, вы говорите, это долгая работа, да, но знаете, есть такая поговорка, дорогу осилит идущий, то есть, если этим вообще не заниматься, то любые переговоры, которые батька организует, или еще кто-нибудь, они будут только передышкой, они будут использованы только для того, чтобы, знаете, там поднакопиться, значит, новых там, что-то, с новой силой, нам это нужно всем. Сложно с вами не согласиться, но вопрос-то осложняется, с чем? Одно бы дело, если бы Россия в данном случае, ну, или союзному государству России, Беларуси, противостояла сама по себе Украина. Да, но мы же понимаем, что вся вот эта вот накачка, она ведь тоже идет, ну, не только изнутри, она идет извне. И не только накачка оружием, накачка деньгами и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, если бы вот этой помощи не было, то уже бы и конфликт военный, вероятнее всего, бы закончился, но, во всех случаях, так говорят люди, которые в этом разбираются. Но и вся дальнейшая история, она ведь тоже подкрепляется снаружи, и подкрепляется, опять же, из-за Атлантики, из-за Ла-Манша, в основном. как бы так принято считать, что вот два центра, которые влияют на эту ситуацию. Пусть по-разному, но влияют оба. И получается, что бы здесь решить этот вопрос, здесь, на земле, надо как-то все-таки решать там сначала, потому что там все-таки источник. Ну, вот смотрите, это решается, нам, может быть, везет, что ли, я не знаю. Это уже решается, без всякого нашего, я бы сказал, особого даже участия. Вот опять, если брать большевиков, большевики смогли сорвать поставки оружия польской армии в 20-м году, понимаете? Потому что свистнули, помните, как в сказке про Кибальчиша, да? Докеры, английские коммунисты сказали, грузить не будем. Более свежий пример, массовая миллионная демонстрация ФРГ, ФРГ, не в ГДР, против размещения американских ракет вот в начале 80-х. То есть, там правительствам, ну, чтобы же делать там что-нибудь плохое, приходилось преодолевать огромнейшее сопротивление местной общественности. В основном, конечно, левой. Ну, или такое движение за мир, оно уже было очень мощное. Сейчас, смотрите, что происходит. Сейчас, ну, я уже точку зрения выражал, мы работали в Европе не с теми силами, вот на мой взгляд. Ну, помните, Марин Липен, да? А как только у них победа забрежила на парламентских выборах, да? Ну, после первого тура, они что начали? Не, не, мы будем продолжать военную помощь, оказывать, из ЕС мы уже выходить не собираемся, из НАТО тем более. То есть, вся их риторика, крайне правых, о которых у нас тут некоторые балдели, что вот они сейчас всех там выведут. Но, сказав все это, да, я могу сказать следующее, что апатия на Западе в отношении конфликта сменилась резким неприятием его большинства избирателей, там, по разным причинам, но в основном там устали. Там говорят, люди же как на футбольном матче, типа, мы вам форму дали, мяч, а что вы ее не выигрываете? Там, да вот у нас там Зеленский, тут у нас, это ведь мелочи. Кто там знает, где расположены там суммы, например? Да кто? Да я ж там работал. Какие суммы? Там, не знаю, что такой населенный пункт, где-то есть. Вот там успехи какие-то, давай, успехов нет. Значит, все политические силы, они обмякли. Но кто-то просто требует прекратить вообще конфликт, начать переговоры. Вот Сара Вагония в Германии. Кто-то говорит, не будем помощи оказывать, просто выброшенные деньги. Нет, русские козлы, конечно, да, но эти тоже ничего не могут сделать. Вот американцы же как говорят, мы все РСЗО вам отдали. Это граффитовое количество. А производить за свой счет? Нет, со склада, ладно, там, можно. Бельгия, по-моему, передала что-то процентов 70 тяжелого вооружения. Ну, ладно, Бельгия, она считает, ну, кто до Бельгии дойдет-то? Ну, производить она ничего не станет, я вас уверяю. Потому что одно дело, вот танк стоит, возьмите, а другое дело, дальше налогоплательщики, сокращаем вам, условно говоря, там, пенсионные выплаты, надо произвести для Украины танки. все, что мы так вообще не договаривались, не надо. То есть, у них арсеналы все иссякли, серьезные. Желания производить нет. Не потому еще раз, что они нас там полюбили, просто нет. Если мы возьмем опросы общественного мнения, вот сейчас Германия, ну, все-таки Германия, да, это, там в сентябре будут подземельные выборы, но это для них такой барометр общего настроения. Партии правительственной коалиции в Тюринге, все три могут в парламент не попасть, вы представляете? То есть, у них 5-5% этот барьер там, да, кто попадет? Альтернатива для Германии, я ей не симпатизирую, но она, по крайней мере, говорит, все, тоже надо прекращать вот это все хозяйство там и так далее. И Сара Вагонкнех, которая вообще говорит, все, помощь прекращать Украину, садиться за стол в перегород. Вот за них все голосуют. Плюс, вот вы мне сказали про Курск, я думаю, что с точки зрения их главного замысла, Курскам разморозить западную помощь, чтобы все сказали, Украина, супер. То есть, матч начал снова быть интересным, там, значит, надо билеты продавать. Нет, наоборот. Как только там более-менее, говорят, ну, хорошо, переговоры, вдруг Украина входит на территорию России, ну, и логично, русские говорят, ну, вы что, какие переговоры-то сейчас-то? Мы не отказываемся, в принципе, но, вы видите, сглупили. И то же самое у них просматривается сейчас с оружием и совсем другим. Бояться просто, понимаете, давать им, потому что я уверен, что с основными партнерами он это не согласовал, Зеленский. Он, видимо, сказал, что мы там подойдем, выйдем, теперь им что делать? Они вроде, ну, не могут сказать, пошел ты, да, но энтузиазм там не просматривается. Вроде, вроде, забрежили эти переговоры какие-то. На тебе. Поэтому, с точки зрения главной задачи их, не знаю, поможет им это или нет. Если я вот правильно понимаю западного избирателя, то навряд ли, наоборот. Одно дело, там мучаются бедные украинцы, а тут они сами нападают, да? Вагон княх что говорит, например, что, а чем вот эти вот граждане отличаются от тех, кто вместе с Вермахтом там в 41-м году вытворял вот на западной Украине всякие там погромы и все остальное прочее? Объясните мне, я не понимаю. И самая еще глупость, представляете? Я это сразу тоже сказал, что украинцы подорвали Северный поток вместе с поляками. Но просто я же все-таки работал на госслужбе. Я представляю себе, как примерно эти все вещи могут... Сейчас немцы наконец-то это все обнародовали. Трех граждан Украины, которые подорвали газопровод, питавший Германию. И немцы после этого говорят, мы кого поддерживали все это время? Вы чего? Ну, если бы они подорвали там газопровод где-нибудь в Рязанской области, плевать нам. То есть, газ шел нам, они его подорвали, пытались свалить на русских. У нас из-за этого, значит, расходы на электроэнергию, квартплату, мы кого? Мы террористов, что ли, поддерживаем? Я читал ответ германского правительства на запрос парламентской фракции альтернативу по этим делам. Там полный шок. Из Сирии. Кто такое мог представить? Но они признают, это сделала Украина. С помощью Польши. Страны, союзника по НАТО, которая помогла подорвать газопровод, идущий в Германию. Офигеть, понимаете? Это вот, ну, опять, с точки зрения технической, вот как вы бы скажете, прекрасная операция. Тут взяли и подорвали. А с точки зрения политики. Сейчас Германия объявляет, военную помощь пока прекращаем. Потому что, ну, мы не можем своим избирателям вот это вот все грубое продать. Ну, дураками надо быть, просто, понимаете? Просто дураками. Я-то сразу понимал, что это Польша, потому что взрывчатки везли много. На границе задержали бы Евросоюз. А если взрывчатка проведет, ну, как бы, из самого Евросоюза, а самая близкая страна к Рюгину, откуда яхта стартовала к потокам, это Польша? Ну, то есть, тут, в принципе, можно очень пазл-то сложить. И немцы это сейчас все документально подтвердили. И знаете, что самое интересное для меня? Я думал, откуда они вышли на эту яхту еще год назад? Потому что, понимаете, вышли, взяли там пробу взрывчатки на столе яхты Андромеды. Значит, парламентская фракция спрашивает правительство, а вы откуда узнали? Они говорят, информация разведслужбы дружественной страны. То есть, это на их языке означает, что это разведка какой-то страны НАТО сдала немцам украинцев. Во! Понимаете? Ну, это что, не могли так сказать? Нет, до чего дошло, что, так сказать, насколько это все вот эти вот их дурацкие шаги, то с газопроводом, то теперь с Курском. Вроде, как бы, приветствовать вторжение на российскую территорию, это врать самим себе, да, что это освободительная война, это вроде неудобно. Критиковать, скажут, а вы кого два года поддерживали тогда? Вы что, только что прозрели, что ли? Поэтому, если вы посмотрите брифинги Госдепа или немецкого правительства, там что-то все, в таком состоянии, что, дайте посмотрим, там, мы что-то пока, ну, то есть, политически, я что хочу сказать, на долгую перспективу, они себя, конечно, посадили в крупнейшую калушу, абсолютно. Я не знаю, как они оттуда будут выбираться, но им придется вывести войска, причем, я думаю, даже без особых усилий с нашей стороны. Ну, вывести, если будет что выводить, конечно, ну, хотя, легко рассуждать, как оно там, опять же, на земле, это все по-другому. Конечно. Да, но вместе с тем, американцы до сих пор считают, что вложения в этот конфликт, это их самая лучшая инвестиция, наверное, за последнее, там, я не знаю, сколько времени, и для них это действительно очень хорошо. Ну, мы уже много говорили о том, что как европейские, в том числе и немецкие, предприятия, целая лучшая, не отрасль экономики, переезжают в Соединенные Штаты, потому что условия лучшие, в том числе и потому, что газ дороже стал, и так далее, и так далее. Я не удивлюсь, если вот эта вот всплывшая вдруг информация, ведь долго не было вообще официальной никакой точки зрения, а кто, собственно, взорвал эти потоки. Да, домыслы, да, ищите, кому выгодно, и так далее, и так далее, ну, а кто? Ну, никто это вслух не говорил. И тут вот раз оно возникло, и возникло сейчас, тоже, я думаю, что не случайно, это вот именно сейчас. Для чего это нужно? Для чего? Нужно, чтобы заставить украинцев все-таки, значит, умерить свой... Я вам могу сказать честно, немцы знали это год назад, они это говорили, они говорили, что это совершили украинцы, но, говорили немцы, мы типа не знаем, это энтузиасты какие-то, значит, или это правительство Украины, это, говорит, большая, конечно, разница. Одно дело, какая-то группа террористов, а сейчас, когда они потребовали выдачи этих людей из Польши, они же в Польше жили все это время, у них вид на жительство, и они сразу свалили на Украину, и украинцы их не выдают, но все понятно. Они опять-таки сами себя разоблачили, но они же не могут сказать, да, да, это террористы, безобразие, сейчас мы их вам выдадим, мы демократическая страна, мы газопроводы ваши, не наш, ваш, не взрываем, нет, то есть, они себя еще раз выпрыли, и немцам как раз сейчас очень выгодно, я вам, кстати, должен вот что сказать, самое главное, они пока, к счастью, не сделали, поставка дальнобойных ракет, вот у них сейчас самое большое, что есть на Украине, это Storm Shadow, вы знаете, да, это где-то 250 километров дальности, они пытаются вот все время там как-то по Крымскому мосту попасть, но им вот не хватает, да, значит, Таурус немецкий, да, там до 400 километров, тут, к сожалению, хватит, понимаете, хватит, и до Воронежа, и до моста, немцы, я сам смотрел дебаты в парламенте, они раньше говорили, не, но мы не хотим, потому что другие не поставляют, а теперь они что говорят, как, они у нас газопровод взорвали, мы им ракеты, видите, они сами себе подставили такую подножку, может быть, немцы, они и так не хотели поставлять, но им нужен был какой-то аргумент, понимаете, вот, а что, дальше, американцы, вот эти ракеты на F-16, что я вам назвал, АГМ, страшнейшая вещь, я вам должен сказать, очень прям неприятная, и причем американцы могут провернуть свою обычную схему, мы не поставляем, а поставят Голландия там, или Финляндия, у них есть, есть там у одних 120, у других там 8, много, пока нет, без этого, еще раз говорю, F-16 это игрушка, просто она как бы особо никому не нужна, ну, то есть, Украина в Курском сделала то, что многие теперь говорят, правильно мы не поставляли, вот нафига, понимаете, вот, защита своей территории, там, мы все понимаем, но украинцы ведь им не могут объяснить, например, почему им для защиты своей, своей территории, нужны ракеты дальностью, вот, АГМ-Б, 900 километров, ну, это не то, что до Москвы, это там, до Нижнего Новгорода, Вологды, это вам она зачем нужна, но если вы хотите бить, там, по русским войскам, на оккупированной, как вы ее называете, территорией, ну, это 300 километров, ну, зачем больше-то, а что они могут объяснить, ничего не могут объяснить, понимаете, а с другой стороны, своим надо что-то рассказывать, вот, вам, может быть, виднее, там, поближе вы, насколько я не могу это сказать, но у меня есть ощущение, что вот этот Курск, он у нас-то очень, вот, все взвинтил, что типа, вот, как вы сказали, после 45-го, а у них, по-моему, энтузиазма-то особого, в общественности, это не вызвало, типа, ух, сейчас мы там, значит, с новыми силами, по-моему, нет, по-моему, у них, вот, не выстроились. Да, я понимаю, о чем вы, но если так, паблики смотреть, украинские, то, я думаю, что два года назад, например, да, такая операция, это был бы просто массовый, какой-то там, вызвало бы, ну, состояние близкое к психозу, такая радость была бы, и вера в успех, то сейчас, все равно, такие люди есть, которые так пишут, но, но в то же время, все больше и больше людей, которые пишут, ну, а теперь, что же нам в ответ-то ждать, ну, об этом кто-нибудь подумал, ну, теперь что, ждем ответочку, да. Вот я про что и говорю, ладно, мы там, да, у нас в общественности есть справедливое возмущение, но там-то тоже не достигнуто, у, блин, все, сейчас мы, значит, вот, понимаете, я уже об этом говорил, когда немцы вот сопротивлялись в последний год, я читал сводки гестапо, которые каждый день, значит, они составляли для высшего руководства рейха, и там все ждали чудо-оружие, вот, смогли они их убедить, что вот, вот осталось еще там пять минут, вступит в силу чудо-оружие, вундерваффе, какое мы вам не скажем, это все секретно, значит, но все, и никаких русских просто не будет там через пять минут, вот, понимаете, и сейчас многие верили в какой-то вот, либо в какое-то мощное наступление на Курск, либо вот в эти чудодейственные ракеты на F-16, которые вот придут, и все, и сразу все изменится, мгновенно, но этого нет, даже если ракеты эти будут поставлены, я 90% считаю, что не будут, но если даже, ни под Торецком, Дзержинском, ни под Покровском, это вот абсолютно ничего не изменит, там им не хватает артиллерии, и просто людей, да, вот там, вот эти ракеты в 300 километров, они как раз вот ничего не дадут, это вот ударить по мосту, там, не знаю, по какому-то объекту, да, а в поле боя, где там десятки, сотни километров, сосредоточены какие-то группы людей, это бесполезно, еще раз, я просто, я не знаю, кто нас с вами смотрит оттуда, ну, товарищи, братский украинский народ, ну, надо просто прекращать, вот пока есть у нас посредники в лице, ну, той же Беларуси, которая ни вам, ни чужая, ни нам уж тем более, да, ну, хватит, ну, вам говорили про этот контрнаступление в прошлом июле, ну, я же говорил, что это десятки тысяч погибших, ну, 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 может быть, пару деревень еще осталось занятых, степ, ну, сколько-то можно, не верьте вы ни в чудодейственные контрнаступления, ни в F-16, ни в какие-то там мифические ракеты, вас бросили, потому что кроме нас, в хорошем смысле, кроме белорусов, там, бывших народов Советского Союза, которые сопереживают тому, что сейчас происходит, потому что они свои, это, знаете, вот как братья разъехались куда-то, но они же, они же знают про друг друга, этим плевать, на нас, на белорусов, на вас, они далеко, им это еще раз, как футбольный матч, ну, к сожалению, понимаете, как в каком-то фильме, про Латинскую Америку, он, говорит, любил устраивать перевороты, но только солдаты у него, в отличие от детских игр, гибли по-настоящему, да, ну, ну, вот то же самое, хорош вот в это все играться, пора это все заканчивать, и переходить к построению совместного будущего, вот чтобы мы смеялись, а у них там чубы трещали, понимаете, наоборот, и мы не желаем там зла, ни американскому народу, ни английскому, но мы же не вмешиваемся в дела Техаса, и там, я не знаю, еще у кого-нибудь. А надо было, кажется. А? А надо было. А надо было. Ну, конечно. Я вот смотрю, что сейчас в Великобритании происходит, вот эти вот на улицах у них, ну, опять же, я понимаю, что все, что пока в этих коротких видео показывается, надо где-то делить там на 10, на 50, наверное, то есть, ну, не совсем, наверное, так прямо вот уже там на улицах, но все равно, и такая закрадывается мысль, а почему, собственно, оно само там стихийно, или все-таки кто-то поработал. Вы знаете, там ненависть, по-моему, она вот, и, кстати, не только там, она копилась долго, просто вот понимаете, как у нас в февральской революции, ну, народ был многим недоволен, но катализатором было, что хлеба не было в магазинах, там, три дня в Питере, да, ну, занесло дороги на юге, казалось бы, да, но если бы не накопился вот этот вот заряд, когда в том же Лондоне есть места, куда вас не пустят, потому что извините вы рожей не вышли, да, это частное все, а есть наоборот, предместия, как в том же Париже, куда вообще лучше не выходить, иначе в глаз можно получить там, ну, просто от злобы, да, безысходности вот этой вот жизнью, что людям она уже тоже самим, не очень дорога, Швеция, сейчас, да, уже социал-демократы говорят, вот эти Швеции, раньше нам говорили, неправильно, кстати, говорили, но я с этим не спорил, шведский социализм, там, значит, по уровню убийств на тысячу человек, страна вышла в лидеры в Европе, вы только вдумайтесь, это Швеция, ну, где, якобы там все, значит, тихо, спокойно сидели, обитали, опять, почему, потому что это накапливалось, это кризис их начала 90-х, когда развалился СССР, ну, нам просто было не до этого, у нас своего там хватало кризиса, вот так, да, то есть спокойные страны, они уже давно неспокойны, и та же Великобритания, и та же Германия, где чуть что, вот понимаете, вот та же Франция, сразу начинает машины сжечь, вроде бы, машины вам что сделали, но это попытка, вот понимаете, вот по неволе вспоминается, вот Олен Делон, хотя он и занимал другие политические позиции, чем я, но фильмы-то у него были прекрасные, и он обращался, недавно умер, вы знаете, да, он обращался в больницу с просьбой прекратить его жизнь, назывался это Эвтаназия, и я-то думал, что он, ну, просто, знаете, понсейсульта, всякое бывает, нет, он, так сказать, а он, знаете, что сказал, мне неинтересен этот мир, я не люблю его, не хочу в нем жить, это богатый человек, который, ну, в общем, любимец, да, публики, который, ну, спрашивает, а вот этого артиста, знаете, нет, а вот этого, нет, я, остался в том времени, я вот этот мир, я, говорит, его не переношу, я, говорит, боюсь на улицу тоже выходить, там какие-то, говорит, люди, которые, ну, в общем, другие, чем я, он же много имущества собаки завещал, и не потому, что он чудил там, понимаете, видимо, просто решил, что, как бы, более достойных, нет, и это Делон, человек еще раз такой, в общем, ну, а сколько людей, которые не вписались там ни во что, понимаете, вот в той же Швеции, которые, да, на пособии они живут, ну, это, скорее, такая жизнь, как в зоопарке, понимаете, ну, вот, умереть тебе никто не даст, там, если что, первую помощь, то закажут, ну, и все, и больше вы никому не нужны, ну, так-то да, но это уже, как бы, ушли совсем философские темы, нет, а почему это на самом деле, как раз вспоминается, вот, очень любил собак, и, да, не помню, чая-то фраза, чем больше узнаю людей, тем больше нравится собаке, да, это тоже, вот, про него, да, вернусь все-таки к событиям в Украине, или на украинской территории, так будет правильно сказать, вот, много слов, переговор звучало, вот, даже в нашем разговоре, я же не говорю о том, что оно периодически возникает, так или иначе, в информационном поле, но, на ваш взгляд, вот, вы упоминали про интервью Лукашенко, телеканалу «Россия-1», и он, в общем-то, сделал такой достаточно пессимистичный прогноз, если эскалация будет продолжаться, вот, то, как оно идет, то, как государство Украина, она, скорее всего, перестанет существовать, ну, согласны ли, во-первых, с таким прогнозом вы, раз, и второй момент, если все-таки переговоры, ну, понятно, что рано или поздно, не знаю, опять же, приношили с вами жизни, но, когда-то они все равно будут, любая, любой конфликт ими заканчивается, то, наступил ли такой момент, вот, сейчас для них, или же, знаете, как вы сами говорите, что, если сейчас это сделать, провести такие какие-то переговоры, и как-то остановить, вроде как, и остановить кровопролитие, но, чтобы не получилось, что просто дать передышку, противнику, который просто за это время еще больше окрепнет, подкачается всеми видами помощи, которые, несмотря на то, что немцы там что-то там себе думают, помогать, не помогать, помощь не прекращается. Знаете, как я это вижу, значит, они, они поставлено все на последнюю карту, вот, у них предпоследнее было контрнаступление, летом, ну, прорыв к морю, выход в Крым, такие же были цели, ну, теперь всем понятно, что они даже, ну, на 10% не были резонны, это был первый сильный удар, по, такой вот, эйфористической модели поведения, что мы там, вот это последнее сейчас, Курск, и если что-то, ну, они займут Курск, например, не дай бог, вот это да, это что-то у них там, значит, разожжет там какие-то новые чувства, в противном случае все, все, вот это вот, сейчас в игре последняя карта, она будет разыграна, я извиняюсь за такие выражения, конечно, да, где-то в течение месяца, возникнет какое-то определение, потому что, значит, если мы за это время займем вот эти два города, что я сказал, пока вроде, если судить по темпам наступления, это реально, даже быстрее, но я так, ну, извините, что перебиваю, но вы же понимаете, что прямо сейчас, если Россия пойдет на какие-то переговоры, когда, во-первых, кусок Курской области, вот я, я хочу продолжить, если мы займем, они будут выводить войска с Курской области, конечно, сами, ну, может быть, их там будут, нет, сейчас это проявить, просто я даже не знаю, какую слабость, вот, мол, ага, ну, раз вы тут заняли кусочек, Курской области, все, мы готовы к переговорам, ну, это вот так будет расстояние на мире. Смотрите, позиция Российской Федерации какая сейчас официально, к переговорам мы по-прежнему готовы, но, 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 вы должны уйти из Курска, я, еще раз говорю, это решится в течение месяца максимум, ну, то есть, сидеть там какой-то, ну, то есть, их либо выдавят оттуда, вот, ну, мы займем эти два города, остановимся, окапаемся, наиболее боеспособные части перейдут туда, и тогда они это сами понимают, тогда это займет неделю, может быть, да, но это будет с потерями там совсем, если они сами оттуда уйдут, они могут сказать, что вот мы, так сказать, в духе там мира, что мы, плевать, то есть, меня в данном случае аргументация не волнует, что они скажут, но это решится довольно быстро, обе стороны, особенно они, хотят успеть там до президентских выборов в Америке, потому что, понимаете, ситуация-то какая, ну, предположим, победит Камала Харрис, которую они считают, ну, лучше, да, чем Трамп, а во-первых, дико ошибается, потому что Харрис, это человек вообще, как бы, знаете, с внешней политикой, никогда в жизни не стал, она прокурор Калифорнии, и у нее, вот, по-хорошему, даже если она скажет, надо что-то там с Украиной хорошее, это займет у нее месяцев 6-7, пока она в январе вступит в должность, если она выиграет, потом будет формировать там, понимаете, у них нет столько времени, у Украины, ну, нету просто, они это тоже прекрасно понимают, поэтому, я даже как-то, знаете, один раз сказал, что, ну, народ, что мы в этом Курске, как ни странно, да, ну, то, что есть какой-то позитив, что это последний шанс Украины на переговоры с позицией силы, ну, то есть, они скажут, вот мы кусок держим, все, 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 завязываем, готово к переговорам, все, давайте поменяем там, в Курской области, на там, не знаю, чего-нибудь там, в Харькове или еще где-то, потому что долго еще раз находиться там, смысла у них нет, пока у них идет продвижение не в их пользу, на основном. Да, но если Россия согласится на такую позицию, то, ну, это, я не знаю, это проявление слабости, это... Нет, если мы сейчас говорим, предположим, да, что мы готовы к переговорам... Российского области не поймут внутри, в первую очередь, мне кажется. Мы готовы к переговорам, наша позиция, но они сначала должны уйти из Курской области. Они вам сейчас, конечно, говорят, ну, но я думаю, что через месяц примерно их там не будет. Ну, в любом случае, выдавят, или они сами там уйдут. И, по-моему-то, понимаете, я же тоже все-таки дипломат, я, между прочим, думаю, что переговоры, может быть, уже идут. Раз, потому что переговоры, они переговорам розни. Они, знаете, могут идти и так, что, ну, какая-то третья страна, там, передается наша переговорная позиция, они передают туда, получают что-то там оттуда, значит, мы, ну, и так далее. То есть, понятно, что в открытые переговоры, вот, там, да, пока они находятся в Курске, нет, этого не будет, это ясно. Но они там недолго будут находиться. Я, конечно, понимаю, что все прогнозы, Платошкин скажет потом, он на один день ошибся, там, или еще на два дня. Ну, если динамика сохраняется такая, как сейчас, и там, и здесь, я не представляю, что они там до октября будут делать. Просто вот, ну, ну, что, пока у них вот год с город за городом будет, и может получиться как, что наши войска, они, собственно, выйдут на эту вот линию, да, ну, по крайней мере, ЛНР, она освобождена практически, там чуть-чуть, да, ДНР, ну, да, части Запорожской, Херсонской области, они, так сказать, но это будет уже... Это части Российской Федерации, на секундочку. Да, да, я имею в виду, что, как бы, если будет освобожден Донбасс, что ли, вот как таковой, да, то вот здесь как раз, для них уже будет тяжело вести переговоры, вот вы говорите, с позиции силы, а тогда мы будем с позиции силы, и они это тоже понимают, что, как бы, можно и опоздать, понимаете, согласиться уже на эти переговоры. А уже не опоздали они? А? Уже не опоздали? Пока они находятся в Курске, и пока, ну, скажем, вот граница ДНР, она еще не достигнута, они еще надеются все-таки, что наши резервы с основного боевого направления будут сняты, ну, и тогда, да, можно, так сказать, выдохнуть, и тогда уже, да, там, подождать, еще чего-то. я не представляю, как тяжело сейчас нашему военному руководству, на который сыпется вот это вот все там, да вы козлы, да как вы вообще могли, и что вы сотворили, но они же понимают, я сам работал на госслужбе, отвечать-то им придется потом, а не тем диванным критикам, которые сидят там, значит, рассказывают, что надо было вот отсюда зайти, вот туда и прочее. Им сейчас очень тяжело, конечно, можно понять. Но я все-таки надеюсь на то, что вот вы говорите, мы не доживем, но все под богом ходят. Нет, я как раз таки надеюсь увидеть это тоже. Все под богом ходим, конечно, но я думаю, что вот осенью уже, ну, осенью за горем, прям совсем, да, что ситуация сдвинется. На 80 процентов, я уверен, что она не в их пользу сдвинется, не в пользу руководства Украины, еще раз говорю. Я народу Украины, вот вы сказали там, ничего плохого не жила, вы или... Да у меня мои предки на Украине родились, только знаете на какой? Ну, на Рязанской Украине. Вот та деревня, которая, откуда моя бабушка, она в 1638 году на юге Рязанской области была Рязанской Украиной, которую казаки, значит, защищали тогда вот от нападения кочевников. Понимаете, поэтому, когда мы говорим на Украине, это не обижает никого, понимаете? Ну, что я, вот Франция называется в честь германского племени франков, да, там, ну, там же никто не говорит, сволочи, какие немцы, ну, история так распорядилась. Мне просто обидно, что опять националисты из этого делают, вот, русские, говорят, на Украине, они нас оскорбляют, но мы же говорим на Кубе, ну, я что должен сказать, мы поехали... Мне кажется, это такие мелочи, знаете, да, мы говорим Германия, а не Дойшлан, то есть, что теперь, то есть, а наоборот, мы говорим... То есть, ничего оскорбительного в этом нет, была Новгородская, была Новгородская, мы говорим Беларусь, а они говорят войску снуть, ну, скажем, белорусы... Москва, она правильно, Москва, ну, потому что так, в принципе, все и произносят, да, но на нашем языке пишется Москва, хотя, ну, никто так не скажет, ну, что мне теперь, так сказать, возмущаться, что в Белоруссии пишут Москва, что ли? Нет, так это пишется на белорусском языке, это уже немножко разно. Нет, я и говорю, да, ничего здесь такого нету. Пусть бы эти проблемы, вот, произношение, название, да, были самыми сложными, я думаю, это... Вот, если бы мы вот это вот обсуждали, да, там, в своих эфирах, и решали, там, на каких-то дипломатических, политических уровнях, то и слава богу. Я это обсуждал, и мы к этому вопросу относились очень серьезно, я вам должен сказать, и даже из-за этого я, например, не подписывал одно соглашение по указанию из Москвы. Это когда, значит, было два германских государства, ГДР и ФРГ, да, у нас в русском тексте, ну, было соглашение, это по транспорту, стояло за правительство Федеративной Республики Германии, и там, они говорят, мы не будем подписывать, я говорю, почему? Вы должны написать на русском, за правительство Федеративной Республики Германия. Я говорю, вы знаете, вы меня, так сказать, русскому языку-то не учите. А почему они это делали? Они считали, есть одна только Германия. ГДР нету. Понимаете, если бы мы это подписали бы тогда, ну, ГДРовцы бы нас очень сильно бы обиделись и правильно бы сделали, сказав, что нет, две есть пока Германия, пока. Может быть, я просто взял... Николай Николаевич, ну, обиделись бы, да, возможно, но войну бы не начинали, правильно? Мы же сейчас говорим о том, что тут люди убивают друг друга, и тут уже не до сентиментов и не до произношения. Они убивают, потому что началось все вот именно с этого, я еще раз говорю, с того, что Переославская Рада дерьмо, и что русские неправильно употребляют слово Украина, оскорбляют тем самым, хотя это просто грамматика русского языка, там с этого все началось. Посмотрите, сначала все начинается с образа врага. Когда тебе хочется, да, подойти, дать ему в глаз, понимаете? И вам надо объяснить, а что его надо бить-то? Вроде вообще нормальные люди все в одной школе учились. Они же еще раз затратили, это очень важная тема на самом деле. Ведь немцы, смотрите, они люди серьезные, они же мне не сказали, да пишите, как хотите там в своем договоре, нам пофигу абсолютно. А я просто взял ручечку, так завинтил тогда, я сейчас сказал, ну тогда, значит, большой вам всем привет, они меня в дверях уже догнали. Я говорю, вы поняли, почему мы не под... Да понимаем, мы все понимаем, мы за ГДР. Я говорю, ГДР наш союзник, вы нет, вы союзник США, мы своих союзников не предаем даже в мелочах, и вы это должны знать. И я скажу, что такая позиция произвела на них очень большое впечатление. А вот если бы я сказал, да знаете, нам в общем, Фиолетово, что там, ГДРовцы какие-то подумают, еще кто-то, они бы потом нам отплатили бы тем же самым. Вы нас продали в самый такой критический момент, ну идите, а вот сейчас смотрите, кто приходит на митинги с Сарой Вагонкнех против поставок оружия на Украину. Вы посмотрите, это ГДР в основном, это вот восточная Германия. А почему? Да они нас помнят всех. Они помнят, что русские бензином делились там, урожай помочь убрать, обратился там в советскую армию, они что-то там помогут сделать. Они же это все помнят. И им рассказывают, что русские это уроды с рогами какими, причем под русскими, я имею в виду всех, и белорусов, и украинцев, все же служили в западной группе-то, что там? Они поэтому за наши памятники там родит. Больше нас. Хотя казалось бы, ну, что им там? Чужие люди, фамилии какие-то чужие. А это все начиналось с того, все-таки, Юрий, что мы их не предавали, даже в мелочах очень верно поступали. Да, это очень ценно, конечно. Но все-таки, что думаете? Если слово переговора снова уйдет, ну, оно там появляется, то уходит из повестки. Хотя я вот где-то с вами тут, наверное, соглашусь, что возможно, и скорее всего, они где-то тихонечко идут. Да, негласно, как вы говорите, через третьих каких-то лиц просто передается вот одна позиция, в ответ приходит какой-то ответ, и вот обмен какой-то информацией, он по-любому есть. Тем более, что, ну, каналов на самом деле масса. И необязательно для этого в моде прилетать в Киев. В общем, не обязательно. Тут своих каналов очень много, потому что все друг друга на самом деле знают. Вот это вот тоже. Даже те, кто считает, что там... Все друг друг хорошо знают и говорят на одном языке. Но, но если вот ну, в ближайшем обозрим в будущем все-таки не произойдет какого-то внятного переговорного процесса с результатом, то что ждет-то, собственно, государство украинское? Да вы знаете, еще раз, мне, честно говоря, судьба укра... Нет, нет, опять же, вот мы, вы очень правильно, я поддерживаю вас, разделяете. Украинский народ, людей украин и тех, кто сегодня управляет Украиной. И так получается, что государство олицетверяют как раз-таки те, кто управляют, и при этом совершенно им плевать на нужды собственного народа. Только думают о том, как его побольше, в больших количествах загнать в окопы и так далее. Вот понимаете, у нас были ухари в Москве. Я уж... Она политическая партия, не хочу вам это называть. Они предлагали Киевский вокзал переименовать. Ну, блин, но большинство естественно против. Какое отношение Киев, мать городов русских, имеет к тем, кто там временно сейчас. Это все, что, понимаете, запретить Гёте, например, потому что после него Гитлер был там какое-то время-то. Нет, к украинскому языку рестораны все остались, украинские... Да кто там борща-то откажет? Все хорошо в этом смысле. Но я думаю, что украинский народ, еще раз говорю, услышьте нас, пожалуйста. Все, вот эта вот курская авантюра, но она должна просто всех уже отрезвить, но тех, кто еще там во что-то верил. Это лишние жертвы. Это, да, тысячи людей, которые либо там останутся, но которые либо останутся по ту сторону. Не надо. Надо, да, приступать к переговорам и желательно вот без, так сказать, обещаний в виде морковки, что мы вам там самолеты дадим, мы вам еще что-нибудь дадим, вы только не останутся. Ну, вы же два года, два года это все идет, но вы же понимаете, они вам полгода не давали чего-то из-за Мексики, из-за того, что у них там на границе что-то с Мексикой было. Причем тут Украина, они там, Украина, да какая Украина, она там где-то далеко, а вот мигранта с Мексики, это все, хватит. У вас все равно друзей, соседей, таких как мы, таких как белорусы, таких как молдавания, их нет никогда и не будет. Нам с вами повезло, мы еще раз, мы славяне, мы представители самого большого народа в Европе, который дал прекрасных поэтов, музыка украинская, песни народные, даже если слов не понимаешь, они все равно наши, мы же это видим, и наши песни ваши тоже, ну, хватит уже, все, давайте, значит, прекращать войска с Курской областью выводить, смысла нет, приезжайте потом в гости там, еще куда-то, вот, опять, у Лукашенко идея вот этого славянского базара недооцененная тоже, да, вот, когда вот на границе всех трех республик собирались там и собираются не воевать, а собираются, так сказать, отдыхать и песни петь, поэтому я думаю, что осенью ранее мы уже увидим с вами сдвиги, я очень надеюсь, что они будут положить. Ну что ж, будем, как вы говорили, цыплят по осени считают, но дождемся осени, посмотрим, что будет. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы, ну, действительно, перестала литься кровь, это самое главное уже, хотя вот, что касается Курска, я буквально маленькую ремарку себе позволю, с вашего позволения, мы вот как-то говорим, Курск, да, вот украинцы, которые там, украинские военнослужащие там зашли, да, их, скорее всего, ну, уже там сколько полегло, тех, кто посчитали хорошо, а сколько еще не посчитанных, а сколько там раненых и так далее, точных цифр мы все равно вряд ли когда-нибудь узнаем, ну, приблизительно это все равно много, но как-то мало-мало говорит, говорится о тех людях, которым сейчас разрушились, прямо сейчас разрушают дома и жилища, они лишились крова, я имею в виду население этих там сел, которые захвачены, которые вынуждены уехать, а кто-то уехал, а кто-то и не смог, кого-то расстреляли там гражданские машины, мы видели, как стреляли, то есть гибель среди мирного населения, она же тоже нельзя сбывать, а кто за это ответит тогда вопрос, ну, вот так легко говорить, вот пусть они там уйдут, ну, они-то уйдут, а это вот что, а это что, забыть что ли? Ну, вот это все очень сложные вопросы такие, поэтому... Они сложные, Юрий, конечно, сложные, честно говоря, я не знаю, какой мудростью должны обладать наши... Если мы будем считаться кровью после подписания мира, счет будет не в нашего пользу, вот ни тех, ни других, а вот в ту, ведь понимаете, вот меня тоже все время потрясало после гражданской войны, представляете, помните Тихий Дон, вот в одну и ту же деревню пришли люди, один у которого сжег дома, другой другого брата убил, помните, там Григорий Мелехов сидит с Мишкой Кашевым, я еще... Как они могут жреть вообще там, не то, что пить самогон там с друг другом, а какое у нас тогда, в 20-е годы, было тяжелейшее примирение, потому что вот-то вообще, понимаете, это же не то, разошлись куда-то, и все, забыли, они вернулись, советская власть же очень многих амнистировала, но амнистировала юридически, а в мозгах людей так каково это было, понимаете, вот это считается тяжелейшее будет, тяжелейший период взаимного примирения, тяжелейший, но, как показывают опыты советской власти и Германии, с которой мы все-таки вот с ГДР-то жили просто, ну, лет через 20, конечно, 30, прям вот нормально, да, это возможно, сейчас самое главное это начать, да, и все-таки приходить к какому-то вот славянскому единению, там, посмотреть там, в какой форме это все может быть, это залог прочного мира на долгие десятилетия. Ваши слова до Бога уши, Николай Николаевич, как говорится. Спасибо огромное за этот разговор, всего доброго. Спасибо, что позвали. Привет братскому белорусскому народу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова